Москва, улица Воронцова поля, посольство Республики Индия. Последний день зимы прошел под знаком Орловской области. 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Индией. Свою лепту в укреплении дружбы на Орлов внесла Орловщина. Гостей это члены правительства во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Кулачковым и руководителей ряда предприятий компании приветствовала чрезвычайные полномочные посолы Республики Индия в Российской Федерации Панкадж-Саран. Орловская область является одним из самых развивающихся регионов Российской Федерации. У нас есть возможность сотрудничества в сфере промышленности, металлургии, навигации, сельского хозяйства, пищевой промышленности, текстильной промышленности и фронтургической. В своем ответном слове Андрей Кулачков поблагодарил за теплый прием и сделал акцент на значимости сотрудничества. Мы готовы предложить инвесторам получить качественные возможности для развития бизнеса, части низких затрат на строительство, готовую инфраструктуру, содействие привлечения инженерных и рабочих кадров, широкий спектр преференций. Приглашаю всех индийских друзей к активному сотрудничеству. И мы будем рады видеть господина посла и ваших коллег в Орловской области, родине великих русских писателей, одному из самых красивых мест в Российской Федерации. Мы будем рады вас встретить, принять на территории нашей прекрасной области. Орловщина взаимодействует с Индией в ряде сфер. По официальным данным, в 2017 году внешний торговый оборот области с Индией составил 2 миллиона 700 тысяч долларов США. А это на 40 с лишним процентов больше уровня 2016 года. Флагманское предприятие Орловской области, это группа ГМС, Ливгидромаш, которая выпускает насосное оборудование в соответствии с всеми международным стандартам, высококачественным насосным оборудованием. Тоже поставляет свою продукцию и участвует в межправительственном проекте между Россией сферой и Индией по строительству атомной электростанции Кудан-Кулам. Значит, наше предприятие «Научный прибор» тоже взаимодействует с индийскими партнерами. Необходимо расширять горизонты сотрудничества, общее мнение сторон. Спектр предприятий, которые рассматривают возможности взаимодействия, разноплановый. Медицинский мясокомбинат представляет на данном мероприятии консервную группу. То есть данную продукцию мы надеемся найти сотрудничество с индийскими партнерами на расширение своего рынка. Представители IT-сферы говорили о своем сегменте рынка. Планы, конечно, амбициозные. Рынок огромный в Индии. Ряд компаний наших конкурентов на глобальном уровне уже там присутствует. Но мы надеемся, что наши амбициозные планы все-таки позволят нам выступить там достойно. Российские технологии воспринимаются в мире IT-технологии и технологии, связанные с услугами, предоставляемыми в транспортной сфере, транспортной телематике. Они востребованы и они достаточно хорошо приветствуются. Все понимают, что уровень и программирования, уровень инженерии, уровень развития наших технологий на примере города Москвы, он достаточно успешный. Еще одна важная составляющая сотрудничества в сфере образования. Главный вуз региона Гуи Мини Тургенева стал родным для двух сотен студентов из Индии. Мы прекрасно знаем о том, что в Индии очень мощный IT-кластер, очень высокая и серьезная подготовка программистов. И здесь у нас как раз есть возможность обмена опытом именно в области подготовки программистов с другими вузами, а не только для подготовки в области образования. Это стажировки, это приглашение ученых. Этот опыт у нас уже есть. Но мы бы хотели, конечно, его в большей степени усилить и сориентировать именно на то, что будет создаваться на территории Орловской области или наоборот в Индии при нашем участии. После презентации инвестиционного потенциала Орловского региона ряда встреч Андрей Клочков и чрезвычайный полномочный посол Республики Индии в Российской Федерации Панкад Шсаран встретились с журналистами. Я очень рада принимать сегодня губернатора Орловской области. Хочу сообщить, что мы только что провели очень хорошие переговоры как с губернатором, так и с делегацией. И эти переговоры до сих пор еще продолжаются. И хочу также сообщить, что мы с его превосходительством губернатором обсудили и сделали общий обзор возможностей для будущего сотрудничества. Я еще раз пользуюсь возможностью, приглашаю господина посла и бизнес-миссии из Индии посетить Орловскую область своими глазами, увидеть возможности, которые мы предоставляем, которые мы имеем для развития. Орловская область является одним из самых красивых и лучших регионов Центрального федерального округа. Наталья Пехтерева, Эдуард Чернауск, Казтелеканал Первый областной.